всем привет с вами я татьяна шадрина а вы у меня на канале время шить сегодня время вдохновения мы с вами листаем майский выпуск журнала книг мне журнал понравился ходить здесь моделей немного но есть в чем вдохновиться давайте смотреть на обложке вот такое платье с узлом цвета фуксия платье с узлом мы с вами недавно посмотрели журнале патроны есть платье с узлом и в бурде ну вот теперь и здесь виде помода такая пошла как всегда предлагаю посмотреть сначала технические рисунки блузки вот такие брючки на этой странице мы видим несколько платьев еще какие-то кардиганы рубашки курточки и вот одна из моделей для мужчин интересные формы худи или свитшот и пара юбочек модели немного но мне кажется есть интересно есть что посмотреть таблицы размерных признаков для тех кто недавно смотрит этот журнал давайте сопоставим размер 100 практически 90 99 по обхвату груди это наш российской 50 здесь мы видим что это 42 размер соответственно нужно прибавить 8 чтобы получить размеры по книгу голландский в больших размерах я смотрю стоит 119 но это 120 размер 60 размер здесь получается 50 размер то есть прибавить 6 нужно я думаю что ориентируемся не столько вот на эти цифры где 6 где 8 прибавить ориентируемся на сами мерки обхват и ищем свой обхват груди ищем свой обхват талии обхват бедер и выбираем тот размер который нам нужно переснять для выкройки ну что давайте листать уже с модели сами на этом развороте платье классное платье классическое рассказал стандартное платьишко давайте его рассмотрим повнимательнее вырез под горлышко отрезное платье по талии в талии вставлена кулиска юбка немножко расклешенная рукав точной посадка посмотрите на месте рукавчик на манжете с разрезом здесь разрез показан по полочке мы видим что несколько защипов защипы идеально выполнить сложновато но здесь удачно взяли ткань пеструю с красивым кстати мне нравится такой рисунок вроде бы и флора цветочки но вот ближе к геометрии скажем и палитра нравится в кое веке красивый образ давайте ближе технический рисунок рассмотрим посмотрите мы еще не заметили что у платья есть кокетки по передней части и сзади мы видим застежку на пуговки пуговки причем здесь похоже похоже обтянутые и застежкам такие петельки навесные вот такое платье ну кстати опционно можно не делать навесные петельки можно добавить полтора сантиметра на полу за нос по спинке сделать обычную застежку либо ограничиться разрезом капелькой например чтобы надеть платье или молнию поставить но здесь могут быть варианты легко или сложно сшить такое платье кстати здесь не заметила еще вытачки на грудные есть в общем классная выкройка платье я думаю что вот прям то что доктор прописал надо шить такое платье чтобы она обязательно была в гардеробе платье мне кажется будет украшать любую фигуру потому что вот эти полосочки они немножко как дробят лиф кому нужно увеличить грудь он будет визуально увеличивать акцент делать а у кого грудь и достаточного объема размера то будет создавать приличные вертикали и не будет увеличивать грудь я бы еще на что обратила внимание если вы большого размера вот как вот я например нужно посмотреть расстояние между этими защипами на мой взгляд вот эти вот в крайней части защипов не должны быть слишком широко не должны заходить за выступающей точкой груди тогда грудь визуально будет уменьшаться ну как бы вообще корпус уменьшаться ну на мой взгляд легко передвинуть вот эти полосочки найти то место которое вам нужно на этом развороте пара вещей брюки блузка и юбочка юбку ну давайте с нее начнем этой обычно юбка клёш из двух деталей перед и спинка расклешенные пояс приточной мы видим что есть хлястики и еще завязывается пояс интересная деталь посмотрите юбку сшили из ткани розовая белая полоска и соответственно добавили розовый цвет коралловый такой красивый вот мы видим здесь оттенок и обратную одной части сторон пояса сделали вот в цвет полосочки красиво интересная задумка посмотрите здесь у нас еще юбка с кармашками кармашки выполнили вот с лист с листочками хорошая классическая юбка из легкой ткани какую можно здесь ткани выбирать можно выбирать даже поплины хлопки можно выбирать какие-то креповые ткани здесь предлагается серсакер в полоску и такая немножко даже поджатая ткань пожалуйста вискозные ткани твиловые ткани летние легкие трогайте руками комфортно вам главное чтобы ткани драпировалась и хорошо юбки держалась скажем возьмите большой кусок ткани подвесьте на руке вы поймете как ткань себя ведет в юбочке смотрим блузку брюки блузка что интересного мы видим что классный рукавчик сборочка вот здесь верхней части головки и сборка по низу причем обратим внимание что сборка не по всей ширине рукава и не по всей ширине здесь головки рукава а только верхней части при сборка и вот здесь верхней части нижней по низу рукава что еще мы можем заметить у блузки мы видим что воротничок горловинка обработана узкой такой планочка как будто стойка и эта планка переходит в завязки на спинке а по спинке такой разрез капелька кстати интересный элемент я единственно что вот смотрю девушка с длинными волосами здесь вот этот банк завязывающийся мне кажется что шейка лучше когда голенькая тогда этот бант ну как бы виден а так длинные волосы сзади распущены да еще и бант завязывается сзади это ощущение такое много 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 всего ну на вкус на цвет блузка мы видим что немножко с нагрудными вытачками то есть хорошо посажена по фигуре мне кажется таких блузок на лето можно совершить несколько сделать или не делать завязки по спинке выбираем опционно ну простая блузка простая в пошиве блузка брюки брюки мне кажется вообще ничего особенного единственное смотрим здесь нюансик сборочки то есть брюки сделали широкими и при собрали манжеты по низу опять же с внутренней стороны вот не по всему кругу манжета а с внутренней стороны вот видим складочки вот здесь я не знаю кстати насколько это удобно и как меняется силуэт брючек видим что по швам по боковым вставлены молнии вот видим прям в шов обычные брючки с гульфиком с приточным поясом и пояс мы видим что еще от строчили сделали фигурный поясок по переду вот такие уголочки у пояса сформированы для брюк тоже какие ткани подойдут у меня часто девочки спрашивают рассказывайте про ткани мне кажется тонкий деним облегченный хлопковый твилл можно шить даже из поплины такие брюки выбираем летние ткани есть еще деним джинсовая тонкая ткань на этом развороте пара моделей смотрим сначала кардиган ну вот честно говоря вот такое же обо на кардигане я почему-то внутри не приветствую может быть кому-то нравится пожалуйста делайте здесь обязательно ткань двухсторонняя чтобы обратная сторона вот этого волана она была красивая может быть какие-то замшевая ткани сюда подойдут здесь назвали просто плотно двустороннее трикотажное полотно например вот те девочки кто смотрит мои ролики с обзорами тканей прекрасно подойдет ткань для этого кардигана это джерси вискоза нейлон вот как раз будет себя вести вот так же кому хочется шить вот такой жабо пожалуйста с такими воланами здесь указано что подходит всем типам фигуры ну может быть шьется такая вещь мне кажется не сложно потому что края вот у ткани не осыпающиеся и выполнена вообще трикотажная смотрю штука это без подгибки по низу то есть легко сшить ее посадки на фигуре не требуется вещь трикотажная будет хорошо сидеть на этой страничке платье платье мы видим здесь выполнили вот из ткани двух цветов чтобы визуально вытянуть силуэт здесь вот еще один горизонтальный такой шов мы видим ну давайте в технический рисунок на другой страничке посмотрим вот платье здесь на девушке стандартных размеров там мы посмотрели на плюсиках что мы можем здесь увидеть я смотрю на эту горизонтальную кокеточку подрез горизонтальной специально пролистала страничку с описанием к моделям увидела что здесь просто при моделировании вытачку сюда не переносили то есть это просто раздвижка детали на 2 разрез детали на две части то есть можно и не делать здесь эту горизонтальную штучку если вам не хочется получится просто платье вот с такими с таким кроем с вертикальными рельефами здесь предлагается сшить платье из трикотажного полотна узнаете подойдет как джерси так и мне кажется футер 3 нитка будет прекрасное платье в кэшел формате единственное что из трикотажа вот кстати будет сложновато вот эти уголочки сделать вообще трикотаж он не держит свою форму плоховато держит если даже мы будем укреплять срезы горловины то все равно будут сложности с этим вот здесь похоже что обработка идет как узенькой беечкой но беечку на таких уголках сложно оформить ну в общем я вас предупредила просто продумайте заранее как вы будете это все делать я бы сделал наверно по простому такой овальный вырез и все под по типу лодочки последнее время не в моде вот такие рельефы вот такие линии кроя уже быть спасает платье вот это поперечная полосочка не знаю на этой страничке вот такое платье мне но больше нравится и прям очень даже нравится и будет еще блузка по это выкройки и там вот эта часть по длине в точной пояс скажем широкий и мне кажется вот такую блузку стоит попробовать кому-то стоит попробовать и платье мне кажется хороший вариант здесь тоже для платья взяли трикотажное полотно очень интересные рукава мне нравятся такие рукава посмотрите есть четыре вытачки вот они и платят и рукав таким объемным смотрится сильно спущенный рукав можно сказать что это основа для рукава цель накроенный рукав вот здесь мы видим такая планка и две пуговки на застежке еще есть вытачки на грудные то есть такое среднее умеренное прилегание вот такой интересный рукавчик шьется платин так не очень сложно средняя средняя степень сложности подойдут ткани сюда мне кажется и хлопково подойдут и трикотажные ткани не думаю что сильно плотно платье сидит по фигуре поэтому достаточно взять ткань с эластанчиком и спокойно сшить такое платье на этом развороте мы видим шорты шорты но обычные шорты боковые швах мы смотрим есть кармашки интересные формы пояс сделали вот отлетная деталь на кнопочки застегивает они даже на пряжку пряжка вот она здесь пробили люверсы и застеги застегиваем на пряжку по спинке у шорт просто в приточной пояс вытачки и клапаны кармашков может быть даже ложные карманы то есть нет кармана просто одни клапаны шорты обычные единственное что я вот так смотрю по силуэту почему-то хотелось бы чтобы они не так сильно облегали ножку а были чуть чуть пошире вот как-то вот не так обтягивали но может быть с ними все в порядке просто девушка так стоит на этой страничке мы видим блузку блузка с узлом на животе вот насчет узлов на животе решайте сами мне честно говорю не нравится вот вот в этом варианте точно не нравится выглядит немножко блузка неряшлива посмотрите нижняя часть вот как бы потеряла форму остальное блузка как блузка отрезная по талии за застежка здесь по переду треугольный вырез спущенное плечо и вытачки на грудные рукавчики с манжетами и с разрезами сложно шьется блузка обратите внимание что вот линия низа тоже это непростая история в этой блузке опять акцент сделали на асимметрию вот этих линий посмотрите вот здесь вроде бы по центру она идет как как положено то вот здесь почему-то ее перенесли в сторону ну в общем у меня диссонанс почему-то эстетически вызывает вот такая блузкой интересно как вам напишите в комментариях буду рада услышать брюки брюки с одной стороны это вообще классика классик потому что у брюки за стрелочками манжеты в не по низу приточной пояс гульфик шлевки и кармашки в боковых швах другой стороны вот здесь мы видим по спинке карманчик рамочку и здесь что-то тоже наподобие рамочек бачках рамочки наверное с молниями в пошиве такие брючки сложно здесь поставили вот уровень сложности две с половиной точки ну сложно на мой взгляд на этом развороте брюки мы с вами уже видели здесь нам их показывают на модели девушки плюс сайс не разглядели еще что манжеты у брючек тоже на застежках и с пуговицами вот в принципе интересная деталь если хочется разнообразие то я бы даже сделала вот такой вариант с брюками почему бы и нет на голенькую ножку с с кроссовками для лета пожалуйста интересные брюки но повторюсь в каждом журнале вдруг кто первый раз будет шить брюки из этого журнала имейте ввиду что совет такой дам могут не сесть вот у меня например лично и у моих учениц частенько так бывает что не хватает вот этой линии посередине спинки и даже здесь вот девушка стоит в этих брюках как будто подтянула я бы советовала выкроить детали спинки повыше прям сантиметров на 5 по этому шву и плавно перевести к боковому шву может быть даже к линии переда обычно вот у нас ягодицы более выступающие вот тех у тех людей кто ко мне приходит мы делаем спинку просто повыше и первую примерку брючек делаем так надели на себя брючки и сверху натянули резиночку ну скажем вместо пояса и мы нашли местоположение в брюках местоположение для пояса обвели линию эту по низу резиночки и все мы излишнее срезали при и дальше работаем с брюками как будто они у нас уже вот так готовы и тогда нам всего хватает очень часто мелковата посадка скажем для наших девушек вот в этих брючках ну вот мой опыт такой с блузкой с блузкой все прекрасно мне тоже нравится крой блузки это что маленький воротничок такой стойкой это что свободный рукав на со сборочками вверху и внизу и манжет манжет видим без застежки его выполнить очень легко такой манжет он свободный на руки видите не плотно облегает ручку но с другой стороны можно вот так вот подернуть до уровня локтя и будет такой пышный рукав видим что в блузке есть небольшие неглубокие вытачки то есть они не соответствуют полностью размеру скажем ну как бы большому или маленькому менее глубокий то есть как бы размоделированы вытачки в свободу блузки и вот здесь подрезана кокеточка и вставлены клапаны вот в целом пошив этой блузки будет не слишком сложным здесь выбрали какую-то сжатую ткань назвали ее льняная ткань и стрейч с добавлением вискозы как а нет 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 это брючки из льняной ткани а блузка из полиэстеровой ткани в клетку со структурой серсакера то есть как бы сжатая такая ткань выбираем свои ткани блузка мне нравится прям хороша на этом развороте что мы видим блузку мы с вами уже видели здесь ее нам показали на девочки плюс сайз размера хорошо смотрится мне нравится и вырез кругленькие планочка по горловине нравится девочки давайте шить таких блузочек побольше этом за в жару хочется их менять почаще пусть будет у нас запас здесь нам демонстрируют брюки не показали технический рисунок но будут они позже все посмотрим внимательно на этом развороте мы видим мужской худи худи они его назвали да очень интересной модели я уверена что этот ходит точно наши подписчицы сошьют что интересного здесь видим видим что диагональный подрез в уходе видим на рукавах диагональные подрезы сшит он похоже из очень плотного трикотажа мне кажется что это футер трех нитка с начесом скорее всего но похоже на начес можно шить трех нитку с петлей да можно и двух нитку шить добавили вот эту беленькую специально водоотталкивающую полиэстровой ткани ну типа плащевки вставили вот сюда молнию в общем интересные элементы вот здесь погонщик еще из полиэстровой ткани интересный такой вариант ходе девочки стоит шить и порадовать своих мужчин в пошиве я бы сказала что не слишком сложная вещь сложность будет вот только вот в этом элементе вот в этой застежки пола в остальном все легко кому сложно новички выполнить вот такую застежку пола давайте его не делать сделать и оставьте просто кругленький вырез горловины многие мужчины будут и довольны этим это не то что хуже или лучше будет просто без застежки свитшот у нас худик получится почему нет тогда сильно упростится работа над ним лонг слив для мамы и дочки для дочки можно скачать с сайта burda style а для мамы пожалуйста вот она выкройка чем характерен этот лонг слив посмотрите у него красивая линия не зовут прям очень красивая люблю такие немножко расширен расклешенный рукавчик тоже интересный нюансик и красивый вырез горловины он достаточно широкий такой для летнего лонг слива ну мне кажется прекрасная вещь выбираем трикотажную ткань подойдет кулирное полотно кулирка подойдут какие-то вискозные кулирные полотна можно брать однотонные либо принтованные но обязательно чтобы это был был трикотаж и мы шьем получаем прекрасную базовую вещичку свой гардероб отличная вещичка шьется очень легко здесь поставили в пошиве полторы точки но мне я бы даже может быть одну поставила единство что обязательно вымет эти вот эту фигурную линию низа не строчите сразу что мы видим на этом развороте на этом развороте мы видим курточку и юбку а здесь мы видим блузку блузку по выкройке который мы с вами уже внимательно рассмотрели помните было платье с юбкой я вам еще говорила что будет блузка вот это пожалуйста блузка украсили эту блузку вот таким манжетом впереди манжет цельный а на спинке посмотрите есть и разрез есть и пуговка в общем стилизовали как будто это узкий манжета на самом деле это широкий манжет интересная деталь хочется повторить по центру переда у блузки здесь мы видим застежку на молнию все остальное мы с вами уже видели что хочу сказать будьте готовы к тому что вырез не соответствует факт фактическому потому что я вот недавно сшила блузку все выглядело на техническом рисунке вот так на девушке стандартного размера тоже хорошо а на мне вырез был вот ну вот знаете вот вот такой поэтому промеряйте вырез у меня кстати есть вы видео я записала видео о том как промерить как форму выреза как понять какой будет вырез в готовом виде можете посмотреть это видео ну просто предупреждаю что может быть здесь засада такая ссылку на это видео по вырезу я оставлю для новичков конечно же смотрим курточку и юбку с юбкой все понятно юбка из клиньев получается вот такие вот рельефы можно кстати и легко удлинить накладные кармашки накладные кармашки опционно кому нужны делаем кому не нужны не делаем обычных классическая юбка комплект сшили из трикотажного опять же полотна удобная комфортная ткань ну в нашем регионе я думаю что подойдут варианты футеров футеров или каких-то джерси могут быть хлопковые вискозные джерси и получается прекрасная прекрасная модель кстати вот идея того что вот здесь закладываются складочки а в бок вставляется деталь дополнительная и потом рукавчик у нас идет вот этот элемент у нас уже повторяется мы недавно уже в другом журнале видели такой же элемент значит наверное это веяние моды будем так считать но не будем же мы говорить что у копируют идеи журналы друг у друга модель интересная шьется не так-то просто много просто элементов всевозможных здесь и вот эти планочки и молнии и кулиски но с другой стороны не слишком то и сложно на этом развороте мы с вами уже видели юбку выполнили ее из другого цвета ткани помните была в полосочку юбочка расклешенная шьется она несложно и та же самая идея с поясом двухсторонний пояс хорошая идея здесь мы видим шорты шорты кстати тоже по той же выкройке брючек только здесь поменяли пояс и мы видим блузку блузка выкроена с фигурными такими подрезными бачками с вертикальными рельефными швами поиграли с цветом бачка сделать другого цвета и треугольный вырез горловины тоже самое обратите внимание что достаточно широкий вырез горловины промерьте нужен ли вам такой ширины вырез на этом развороте платье от дизайнера дизайнер я низ все время какие-то модели вот спортный на мой вкус здесь давайте смотреть что мы видим из легкой тоненькой ткани сказали эластичный креп в полоску сшили платье с рукавом реглан красивый реглан и вот у нас есть такой воротничок стойка манжеты и втать вточной пояс при собраны на нитку резинку что сказать про это платье даже не знаю платье как платье платье нужно шить из очень тоненькой ткани может быть шифон может быть вуаль здесь выбрали креп эластичный креп платье будет создавать объем и важно хорошо его посадить по фигуре чтобы линия длины переда длины спинки соответствовала вашей линии тогда ну хорошо сядет промерьте эти линии шьется платье на мой взгляд несложно главное обработать в открытые срезы вот эти открытые срезы обрабатываем либо зигзагообразной строчкой либо обрабатываем специально опековочной строчкой на оверлоке вашим и потренируйтесь ниткой резинкой в принципе в пошиве такой не несложный вариант платье на этом развороте мы снова встречаемся с кардиганом с валанами меня он почему-то смущает не знаю как вас ну я думаю что это явно не не базовая вещь кому-то захочется наверняка сшить ее шейте вы видите что здесь важно выбрать правильные правильную ткань чтобы изнанка ткани тоже была красивая и привлекательная здесь предлагаю взять плотное двустороннее трикотажное полотно я знаю что бывают замши двухсторонние красивые и к замши бывают и к замши двумя лицевыми сторонами бывают и к замши с двумя лицевыми сторонами у которых разных разные цвета ну вот возможно такая ткань главное чтобы здесь ткань была пластичная мне кажется не стояла колом потому что столько воланов да еще если они станут колом шьется легко на этом развороте согласно супер пара надо шить такой комплект себе он всем хорош и брюки и курточка брюки мы с вами уже видели причем два варианта брюк показывают вот в этом комплекте брюки с манжетами здесь брюки с присобранными манжетами на резиночку и курточка куртку шьем из хлопка курточку шьем из хлопковой плотной ткани здесь выбрали ткань де ним мне кажется подойдет еще как вариант или на плотненькие хорошие варианты моделей прям захотелось шить такую курточку здесь еще блузку анонсирует блузку мы с вами тоже уже видели в другом варианте с узлом по талии здесь мы смотрим платье с узлом то которое было на обложке вот посмотрите как выглядит платье здесь и постарайтесь так не сделать хочу обратить внимание для новичков посмотрите какая волна идет вот на этом разрезе по линии низа если ткань мягкая то пожалуйста края разреза припуски проклейте маленькой полосочкой дублерина или вот просто ленты нити прошивной чтобы они хорошо стояли держали форму чтобы такой волны не было платье с узлом по талии вот у меня почему ты такое спорное к нему отношение к платью мне кажется здесь так важно выбрать ткань подходящую чтобы она не создавала дополнительного объема наверно это будет ткань немножко с эластаном и ткань которая ну так вот скажем не стоящая колом посмотрите здесь вот прям тонкая тонкая эта граница потому что если ткань слишком вялой не видно будет в расположении этих складок вот этих драпировок если ткань будет слишком твердая то тогда они будут стоять колом создавать дополнительный объем но если у вас вам удастся найти подходящее сочетание ткани и этого фасона то вещь получится классная вот в блузке мне не нравилось потому что линия низа получалось уже такая аморфная то в платье мне кажется даже для плюсиков платье было бы хорошо вот такого варианта здесь предлагается вискозная ткань вот вот в этом варианте а здесь атласная ткань с принтом мне кажется стоит разочек попробовать сшить такое платье хороший вариант платья здесь нам предлагают для вдохновения несколько идей расцветок для такого платья ну мне кажется стоящее платье вот посмотрите какое узкое какая тонкая драпировка вот в этом платье и кстати не не сказала еще важно чтобы ткань не смеялась потому что если ткань будет сминаться будет ну стоп 100 процентов выглядеть неопрятно не подойдут льняные не подойдут хлопковые ткани здесь будут хороши ткани с полиэстером либо такие ткани с выработкой вот я встречала вискозу с выработкой которая не мнется например вот ищем такие тканюшки вот и все мы с вами закончили листать этот журнал как раз нам здесь предлагают анонс журнала бурда плюс выходит он с 23 апреля будем ждать обязательно сделаю обзор этого журнала кстати я уже посмотрела модели все повторяется но все конечно же единственно что там будет одна модель жакетика который есть только на сайте бурда журналах не встречала его но она несложная модель в общем ждем поэтому я с вами прощаюсь как всегда буду рада вашим лайкам буду рада ваши подписки и конечно же жду ваших комментариев всем пока пока до встречи